Kodashop. Официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Kodashop ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация, а платить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего АКа для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом, после чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Мур, привет друг, это Зверько. Вот наступило 22 сентября, и ты маленький, радостный, получил флорин. Зашел в бой и... Ёбаный рот! Вместо тысячи слов. Но, мой друг, все не так уж плохо. Многие бесплатные герои на старте звезд с неба не хватали. Тут же Фовиус, Сильвана, Матильда. Но с моими сборками они сначала становились играбельными, а потом их еще и бафали. Так что, давай выжмем из этого подарка все, что только можно. Это гайд на флорину. Я тебя прошу, авансом, прожми лайк, подписку и колокольчик. И мы продолжим. Навыки. Пассивка. Весьма неоднозначная. У тебя сходу забирают одно место в инвентаре, и насильно всучивают мерцающий фонарь, который на старте, как предмет, дает тебе плюс 20 магической силы и плюс 5% скорости побегунства. С помощью фонаря, ты находясь на респе, можешь усилить любого союзного героя на карте. Нажимаешь на иконку фонаря и выбираешь любого героя. Недоразвитый, простите, не полностью развитый фонарь даст герою плюс 250 здоровья. Однако, каждую секунду у флорин набегают стаки пассивки. Более того, применение навыков ускоряют это накопление стаков. И вот, набрав 1000 стаков, Пикачу эволюционирует в Райчу, а мерцающий фонарь в фонаре надежды. И теперь мы играем не за флорин, а за надежду. Здравствуйте. Короче, теперь фонарь дает плюс 40 магической силы, плюс 10% скорости бега и плюс 5% скорости перезарядки лисички. То есть, навыков. Более того, цветок надежды, который ты даришь союзнику с респа, тоже получает улучшение. Союзнику дается плюс 8% физической и плюс 8% магической атаки. Плюс 500 здоровья сверху. Много ли это? Ну, считай, если у союзника 370 атаки, он прибавит плюс 30 физической атаки. Или, если разбустить мага прокастера до 670 магической силы, то фонарь прибавит плюс 53 магической силы. Считай, по сути, это полпредмета сверху для союзника. Поэтому лучше этот цветок отдавать самому прокачанному дамагеру в пати. Но и это не все. После эволюции фонарь усиливает твои навыки. Когда? Примерно к 6 минуте боя, если ты будешь активно использовать свои навыки. Первый навык. Это урон врагу с исцелением себя и ближайших союзников. Урон небольшой, а исцеление крайне низкое. Я понимаю, что герои позиционируются как массовый клирик, но 150 базового и плюс 65% магической силы на 6 уровне это очень и очень мало. Да, там есть бонус 5% от потерянных хп, но это фигня. Более того, если ты исцеляешь союзников не от героев противника, сила исцеления уменьшается на 20%. А не имея противника рядом, ты вообще не сможешь исцелить союзника. Развитый фонарь надежды увеличит дальность навыка. Второй навык. По сути, это магическая ракета, которая своим взрывом оглушает противника. Очень проста в применении. Минус в том, что ракета разбивается даже о миньонов. А плюс это очень низкая перезарядка в 8 секунд на 6 уровне. Развитый фонарь увеличит площадь оглушающего взрыва. Первая тропь. Ульта. Вот тут кое-чего поинтереснее. Ульта Флорин действует на всю карту. Она лечит союзных героев и наносит урон противнику, если они рядом с союзным героем. Развитый фонарь отменяет воздействие антихила на союзников и дает короткий иммунитет к нему. Точнее, должен давать. Перепроверка после релиза показала, что где-то разрабы облажались и эффект пока что не снимается. Но будем исходить из того, что этот баг поправят. Первые два навыка с достаточно быстрой перезарядкой. А вот у ульты КД 60 секунд. Исходя из этого, что на данный момент исцеления мало, урона мало, а перезарядка ульты очень долгая, я уверен, со временем усилит эффект исцеления. А на данный момент я советую сосредоточиться на скорости применения навыков, увеличивая их результативность. Давай сократим КД на 45% и посмотрим на время перезарядки. Первый навык 3,3 секунды. Суть навыка надоедливые комаринные укусы в данный момент. Второй навык 4,4 секунды. Этот навык как легко применяемое оглушение длительностью в целую секунду. Разработчики после того, как апнут исцеление, могут увеличить КД этого навыка. Ульта 33 секунды, что все еще слишком долго для нас. Будем исправлять. Сборка С фонарем мы ничего поделать не можем, но ты во время боя следи, кому лучше подарить цветок. А дарить его стоит лучшему дамагеру, как я уже говорил выше. Обувь Вообще не принципиально. Для комфортного старта можно взять обувь демона с маной, а более практично выглядят прочные сапоги, сокращающие оглушение. Вообще, важно убедить команду, что именно Флорин нужно получить благословение Роума по типу благосклонность, увеличивая с помощью него количество исцелений. Я играл с филиппинцами на тестовом. Там у одного соло-лайнера был Роум, у двух были лесные навыки, так что на меня не смотри. Я не мог взять благо, а просто тихо охреневал происходящего на тестовом. Впрочем, так происходит каждый раз. Почему именно нам нужно благо? Во-первых, нам собирать предметов на одно меньше, чем остальным. Благо исцеления сильно выручить напарника на линии. А если ты пошел соло-лайн на флорин, то бог тебе судья и не пиши мне больше. Дальше. Независимо от обуви собираем зачарованный талисман, который показывает хороший эффект прессинга. То есть, пусть у него мало магической силы, но 20% снижения перезарядки и повышения лимита до сокращения кд на 45%, что будет очень полезно в дальнейшем. Уже вместе с фонарем надежды, талисманом и эмблемами поддержки получен 30% сокращения кд. Добиваем кд с помощью мимолетного времени. На этом этапе обычно мало групповых боев, если ты играешь соло. Но все равно стоит следить за происходящим на карте и помогать ультой при каждом действительно удобном случае. Так, ты получишь очки поддержки в случае убийства противника, получишь золото за ассист и быстрее сможешь развить благословение роума. Эти два предмета база. В оставшиеся два слота можно взять что-нибудь на защиту. Например, щита финны, который убережет тебя от магов, и древнюю кирасу, которая снизит урон противнику. Неплохо бы взять какой-нибудь антихилл. Подойдет любой, или ожерелье заточения, или господство льда. Можно увеличить способность к замедлению с помощью штормового пояса. Так что, как всегда, смотри по ситуации. Ульта в такой сборке перезаряжается в массовых боях на раз-два, а отмена вражеского антихила это реально ультимативная способность на высоких рангах. Из эмблем я советую взять эмблему поддержки через скорость бега, исцеления и первый перк, увеличивающий урон по противнику. Дополнительный навык щит. Кайфушки. Какой бы флорин не была слабой на старте, ей весело играть. Играя соло в обычном режиме можно набрать дамага, взяв жизл молний, пылающий жезл и косую бедствия и задалбливать противников. Часто применение второго навыка тоже дико бесит врага. Тут главное попадать именно по нужному вражескому герою, а не помененным и крипам. Отметь, что оглушение-то групповое. Веселиться можно на любом герое и флорин не исключение. Вот и все. Не забудь поставить лайк и напиши в комментариях, получилось ли у тебя кайфануть на флорин после гайда. Удачных боев, друг. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok